Всем привет, вы на канале профифутбол. В этом видео я покажу вам 10 футбольных хитростей, которые помогут вам выходить из тех или иных ситуаций на поле, а значит лучше играть в футбол. Некоторые из них, а вы не с собственного опыта, некоторые подсмотрел известных футболистов и сам использовал их в игре, и они мне очень помогали. Именно поэтому я хочу поделиться ими. Итак, первая хитрость. Наверное, каждый из вас сталкивался с тем, что когда вам кидают аут, и вы делаете ложное открывание в сторону, у вас происходит недопонимание со своим партнером. У меня были такие случаи, после чего тренер подсказал мне, как выходить из подобных ситуаций. Для этого, пряча руку за корпус, чтобы соперник не видел, пальцем покажите партнеру, куда ему кидать мяч, и тогда у вас никакого недопонимания с партнером возникать не будет. А, ваш одноклубник также может импровизировать, показав, что сначала кидает мяч в одну сторону, а затем в другую. Но только следите за тем, что мяч нужно кидать из-за головы, то есть руки после ложного броска должны идти за голову, поэтому ложное движение обычно делается не очень амплитудное. Свету обратить на это внимание. Вторая хитрость применяется в ситуации, когда вы ведете мяч, перед вами соперник, а сбоку от вас расположен ваш партнер. Когда вы движетесь на скорости, то, конечно, лучше сыграть проще, покатив мяч тому на ход. А когда вы двигаетесь не слишком быстро, то при обычной передаче защитник может успеть накрыть удар. И вот тогда вы можете дать вот такую передачу, при которой вы делаете ложный удар, который отвлекает защитника и создает вашему партнеру преимущество. Третья хитрость. Как вы знаете, при ауте офсайда нет. Поэтому, если игрок кидает мяч где-то уже близко к воротам соперника, то открывайтесь прямо до самого конца. Защитник по-любому побежит за вами. И даже если, ну, скорее всего, вам не кинут мяч, то уже линия офсайда переместится гораздо дальше. И пока вы будете выходить вместе с защитником, игрок вашей команды имеет возможность забежать и получить опасную передачу. Четвертую хитрость также делали многие футболисты, но для ее выполнения нужна ошибка вратаря. Сейчас поймете, о чем я говорю. К примеру, идет прострел с фланга, игрок по инеркции вылетает куда-то за пределы поля. Вратарь ловит мяч и обычно он должен посмотреть назад. Все ли игроки команды соперника вышли. Но в юношеском, а бывали случаи и в профессиональном футболе, бывает такое, что он забывает это сделать и, как обычно, кидает мяч себе в ноги. А из-за спины выбегает соперник, который забивает гол. И вот для того, чтобы эта хитрость была возможна, не спешите прям сразу бежать назад. Если что, вратарь все равно вас подождет. Пятая хитрость. Очень часто встречаются моменты, когда защитник пассируется перед вами, и, казалось бы, нужно его обыгрывать. Но иногда можно схитрить, пробив чуть в стороне или над ногой защитника. Удар практически без замаха получается не сильный, но его преимущество в том, что вратарь почти не видит момент удара, из-за того, что вы бьете из-под защитника. И шестая хитрость – это пропуск мяча. Бывают ситуации, когда вам отдают передачу, но вам неудобно наносить удар или же мешает защитник. И вероятность попасть с него равна практически 100%. И вот тогда лучше всего сделать вид, что вы будете бить, а самим пропустить мяч. Но важно! При этом вы должны знать, что позади вас есть игрок, который замкнет передачу. Если вы в этом не уверены, то так лучше не делать. Или же эту хитрость можно использовать по-другому. Когда защитник постоянно вас преследует, и вы видите партнера, то специально откройтесь на одной линии с ним, чтобы затем пропустить ему мяч и обыграться в стенку. Ну или по ситуации уже. Это еще один способ, как можно избавиться от опеки защитника. Седьмая хитрость заключается в том, что обычный игрок возле своих ворот, находясь под прессингом, начинает ставить вам корпус и пытается ударить мяч об вас. И обычно это не вынос мяча, а не сильный удар, потому что в большинстве случаев мяч попадает в атакующего. Но будьте к этому готовы. Схитрите, просто отойдя в момент удара, и дайте защитнику выбить мяч. Так мяч от вас не уйдет, а вероятность того, что он выбьет не сильно, и ваш игрок его получит гораздо высока. Конечно, это нужно делать не всегда, а только в некоторых ситуациях. Но все же, возьмите это себе на замет. Восьмая хитрость – это розыгры штрафного. Когда игрок команды соперника при нарушении правил становится перед мячом, ожидая, что вы скажете судье по свистку. А сказать обязательно должен игрок команды, которая бьет штрафной. Так вот, когда игрок встает перед мячом, вратарь уже начинает быть более расслаблен и готовится ставить стенку. Ударить вы не можете, так как перед вами игрок, но зато можно схитрить. Для этого ваш партнер должен подойти чуть сбоку, а вы резко катите мяч одноклубнику, который останавливает его, а затем вы бьете. Тем самым вы просто быстро перемещаете точку удара, чтобы защитник, который стоял перед мячом, вам не мешал. Но здесь все нужно сделать быстро. Поэтому, когда катите мяч партнеру, уже начинаете делать движения. То есть, той ногой, которой я отдаю пас, я делаю шаг вперед и приношу опору на нее. А не так, что сначала покатил, перебрал ногами и ударил. Так соперник может накрыть удар. Конечно, не факт, потому что такой розыгрыш – это неожиданность, но все же лучше делать все быстро. Девятая хитрость – это прием мяча с уходом в сторону. Когда вам отдают длинную передачу, к примеру, переводят мяч с фланга на фланг, и вы видите, что на вас именно движется соперник, то лучше всего поймать его на противоходе, приняв мяч себе в ход. И десятая хитрость – это переброс мяча через ногу соперника. Очень часто в игре возникают ситуации, когда мало места, чтобы уйти широко в сторону, и соперник выставляет ногу, и тогда для того, чтобы его обыграть, вам нужно поднять мяч. Я вообще иногда даже в ситуациях, когда есть возможность ухода, все равно стараюсь чуть поднять мяч, чтобы если вдруг соперник выставит ногу, мяч через нее перелетел. Но в комментариях напишите, какие хитрости вы используете чаще всего. Ну на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем пока!